так же всем привет сейчас буду рассказывать как устанавливать систему охлаждения как называется писи кулер на am4 да вот прежде всего это am4 вот такая вот система охлаждения x6 отписи кулер а вот такая материнская плата x470 там и сайт gaming pro соответственно процессор райзен 2700 но это если кому интересно буду показывать без а значит термопасты вот ну я думаю что тоненький слой термопасты не толстый точнее уж термопаста я думаю можно нанести каждый но сейчас хотел бы просто показать именно на примере первое видите смотрите из чего состоит вот качелечка первая петелька вот она здесь видите она без во первых кулер должен располагаться вот так то есть суда вдувается вот туда вот видите выдувается вот там кулер тоже воздух именно air flow либо воздушный поток поток идет именно так здесь на кулере даже иногда показывается стрелочка воздушного потока но здесь я что-то не вижу но поверьте именно так идет естественно не в эту же сторону так вот теперь смотрите определись до подсоединили прежде всего тут питание да все очень просто вот там написано cpu fan 1 вот посмотрите вот эта качелька наша вот она вот с этой стороны стоит значит ведь его здесь вот такая буква г да вот здесь значит ее будем подсоединять со второй ну первым вот этот будет будем подсоединять а вторым вот эту бы потом смотрите вот здесь еще видите немного не видно но это вот как бы качелька видите она вот так вот качается часть поэтому так выгинаем чтобы нам легче было зацепить вот эту штуку за вот эту пупырку мы заходим дальше там камера просто нет блин я не знаю как камера вообще может и вот так постоянно будет стоять здесь мы вот так хватаем пупыркой вот это за счет задеваем так пальцы палец туда засунул и посмотрел чтобы защелка зашла наша зашла на пупырку теперь смотрите с этой стороны и просто чуть-чуть такой вообще не знаю что происходит так теперь здесь с этой стороны так убираем лишние провода просто кладем вот так опираемся да вот здесь раз опираемся теперь берем вот эту штуку и просто придавливаем давим на нее вот на нее давим вот и делаем так чтобы наш опять вот этот выступ он зашел на пупырку вот это отверстие она на вот эту пупырочку встал вот опять же давим да вот так может даже видите наклоняем даже система охлаждения и вот все зашло все вот так все без термопасты сейчас показал да естественно я сейчас сниму просто понимаете когда я сейчас показываю может термопаста на камеру мне сложно одновременно и показывает термопаст может размазаться ну точно так же и снимается вот то есть давится вот эта штука и на себя как бы ее можно ее надавить и как бы вот другую сторону вот сюда вот так вот и с той стороны ну по логике все еще раз точно так же кстати здесь еще от пыли точно также установка идет с термопастой ничем не отличается установка и так далее там вот здесь сейчас смотрите у меня специальная кисточка я дую специально обучена обучался дуть я дую и одновременно смахиваю пыль вот так вот главное главное не обплевать здесь поверьте все чтобы было сухо так что учитесь правильно дуть так же друзья вот собственно и и все так что надеюсь вам было полезно я не знаю еще что добавить короче система менее удобно чем на am3 было там тоже была качелька но она была попроще по понятнее по правду надо было ее самому устанавливать пупырышек был да здесь она качелька прикручена но блин друзья вот честно скажу установка и съем на am3 да на предыдущей серии там 4 было блин намного намного проще вот зачем так надо было сделать усложнять с этим am4 я честно скажу не знаю мне непонятно и вообще я в печали он друзья так что надеюсь вам видео было полезно ссылок никаких не будет в описании я говорю всего доброго надеюсь полезно всем пока до свидания ну сейчас на втором видео я покажу конечно термопасты как я мучаюсь да как я намазал но все равно основной я уже рассказал историю ладно и во второй части так и быть вот у меня такая термопаста ever cool вот ее показатель вот здесь вот если кому-то интересно вот 35 ватт на мк о черт опять и вот вот показатель так называется так так термопаста да друзья я люблю побольше чуть термопасты чем надо вот такой вот я маньяк уж простите меня вот может можно и в меньше до намазать я даже не спорю я не буду спорить вот я мажу вот столько у меня вот просто она понимаете еще бывает так что она пристанет потом отстанет ну короче иногда бывает что при установке она смазывается да и чем конечно больше и и будет до термопасты тем больше останется как бы понимаете термопасты ну короче она бывает смазывается просто по краям уходит и так далее вы поняли думаю ну что ж поехали значит теперь самый наш интересный момент мы я уже как показывал но теперь я пальцем обмажу другую сторону чтобы было идеальное примыкание садить и далее такой лайфхак так то есть я как его палец пальцем чищу палец чищу от системы охлаждения процесса ну чтобы был самый вот лучший контакт здесь тоже еще раз да ничего не видно блин за и сюда опять вот так вот так что ну что ж поехали блин все равно палец надо чистить блин а еще по носа ты am 4 что ты что творишь am 4 за что что мы тебе здесь а друзья знаете что вспомнил у меня тут же еще я отключал питание понимаете да отключал питание и его надо заново подключить то что потом будет очень-очень печально очень тяжело подключать вот вот я подключил все ладно вот все так питание здесь есть ну все остальное уже будет проще так поехали как обычно заходим еще раз повторяю вот эта штука должна сесть на вот эту пупырку вот то есть и качельку делаем вот так вот чтобы она была прям самый низ вот вот самая низкая здесь часть самая высокая здесь вот так вот качели теперь заходим я понимаю что ни черта не видно друзья я прекрасно вас понимаю я понимаю что у вас это офигенно раздражает я сейчас попробую даже возможно еще раз изменить situation ситуацию так вот видите вот так теперь я не знаю просто у меня тоже за штативом не видно что я снимаю вообще может ни черта не видно ну вот вы поняли да вот я пытаюсь на тоже я ничего не вижу вы скажете ты я на ощупь вот меня палец раз я палец положил на отверстие и соответственно все я вижу что он пальцем как бы загнал за этот все то есть я не вижу там отверстия сам на ощупь все у меня вроде как получилось и теперь друзья уже обратно возвращаюсь сюда видите я теперь наклоняю вот эту систему охлаждения все сюда и и смотрю чтобы вот эта пупырка она вот видите как давлю со всей силы все и естественно здесь должна быть все ровно то есть понимаете чтобы вот так под наклоном вот это фиксатор чтобы он не стал под таким уклоном должен стоять под прямым углом к материнской плате и тогда это будет нормально установку друзья все установил все уже лучше намного класснее бух все так что проверяем все держится как литой не гуляет даже нигде видите надеюсь будет все так что друзья все установим материнскую видеокарту и поехали погнали запускать тестировать проверять